Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Вопрос касается манипуляций, абьюдерства. Значит, давайте его зачитаем. Встречалась пять лет с парнем, пишет автор вопроса, недавно расстались. Говорят, что он тобой манипулировал, как хотел, и теперь тебя ещё злой хочет выставить. А мой мозг вообще в непонятках. У нас все раньше было норм почти. Он продал один раз мои кольцо из серьги и не вернул. Сказал, а я не хотел так, но получилось. Мы ходили по улице и гуляли постоянно, но во время прогулки его взгляды падали на других девушек. И он говорил, ой, это чересчур толстая, это худая, это ляшка толстая, это живот открыт. Блин, он видел, что мне это не нравится, но продолжал. Потом уже появилось много девушек в инстаграме, при этом он их не скрывал. А писал им всякие комментарии, типа, сотка, красотка. Я говорил, зачем им писать, а он дурачка встречал, и типа, ой, тебе это не нравилось? Потом он ещё начал им писать, мило так флиртовал с ними, грубо говоря. Я говорил им, что мне плохо становится, он делал вид, что понимает, и пропадал на время. Потом я ещё у него фейковый аккаунт нашла с девушками, начал отрыцать всё, будто бы я не вижу ничего, типа, это его друзья. Ага, конечно. Ещё девушку нашла, которая с ним заигрывала, он говорил, что её не знал. А потом начал сам ей писать, типа, как дела, родная. Я ему это показал, а он типа сказал, что я всё просто выдумывал, что я уже не нормальная, что надо успокоиться, предложил взять паузу. И за время паузы он ничего не изменил, а по паузе давал слово, что даст мне самой всех удалить, ага, конечно, дал. Сказал, что я не увеличился, сказал, что время нас со мной разрывает, я сказал, что расстаюсь, он спокойно сказал ок. Но мне кажется, что он опять вернётся, и опять начнёт так же. Поэтому как раз бы узнать, является ли это манипуляцией, и как причитет, а может ли он опять вернуться. Я думаю, что один из ключевых моментов ситуации, которую вы описываете, является то, что, видимо, для вас нормально. То, что вы описываете, а именно то, что делает и делал ваш молодой человек. Продажа драгоценностей, внимание к девочкам, флирт, принижение вас и так далее. И при этом вы говорите, что всё это почти нормально. По крайней мере, так я понял из вашего текста. Вот вы как-то спросите себя, нормально ли это. Потому что вообще-то это, мягко говоря, ненормально. Но, коль вы называете это почти нормальным, то вот поэтому молодой человек с вами так и ведёт себя. Вот и всё. А вы к нему, судя по всему, достаточно сильно привязаны, вы к нему, судя по всему, достаточно сильно тяготитесь. Вот нужно, на мой взгляд, разобрать эту самую тягу, помочь вам перенаправить немножко ваше желание в более, так скажем, конструктивное русло. Чтобы это не было для вас таким деструктивным, как это происходит сейчас. Вот то, что я мог бы вам сказать. В целом, вы оказались в треугольнике Карпмана, я бы рекомендовал вам изучить его. Вам это будет полезно, на мой взгляд. Вот, вы сможете для себя несколько лучше увидеть и разобрать, что происходит. Ну, то есть вот, да. Ну, лучше для себя вы сможете понять, как обстоят дела и так далее. Сейчас вам, я охотно верю, что тяжело это сделать, потому что вы сами не можете посмотреть на себя. А треугольник Карпмана вам, может, вполне себе помочь. Как мне, по крайней мере, видится и кажется. Ну, вы описываете отношения в большей степени созависимые, вы описываете отношения, где вы находитесь в созависимости, ну вот, созависимых отношениях. И, соответственно, вам нужно работать с созависимостью. Как это самооценка, это личные границы. И, возможно, еще некоторые элементы вашей личности, которые на данный момент являются вполне, возможно, проблематичными. Хотя, утверждать я специально ничего не буду, потому что не знаю, наверняка, как обстоят дела. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Что там позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо! 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 Спасибо!